Два раза по 100 тысяч и один раз 700 тысяч. Такой навар. За один день работы получили мошенники, которые, позвонив троим саровчанкам, рассказали про ДТП, в которые попали их родственники. Схема стара как мир. Тем не менее, злоумышленникам удалось обмануть доверчивых горожанок и выманить крупные суммы. После того, как мошенники получали информацию, что у жителя имеется наличные денежные средства, они говорили, что сейчас придет курьер и заберет денежные средства. Соответственно, через некоторое время в адрес, либо в квартиру, либо к подъезду подходил мужчина, который забирал денежные средства, которые передавали ему потерпевшие. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ранее он был судим за имущественные преступления, полученные от жертв. Деньги мужчина переводил на счета злоумышленников, себе оставив 10% от суммы. И это не единственный случай крупного мошенничества на прошлой неделе. Совершено преступление в отношении еще одного жителя нашего города, 91-го года рождения, которому позвонили на сотовый телефон, представили сотрудниками банка и сообщили, что в банке произошла утечка информации. И те денежные средства, которые находятся на счетах, в опасности. Нужно провести определенные операции для того, чтобы перевести денежные средства на резервные счета. Мужчина оформил кредит, взял наличку из дома и через банкомат перевел на указанный мошенниками счет 1 миллион 700 тысяч рублей. Несмотря на все профилактические меры, мошенникам раз за разом удается втереться в доверие горожанам. Как показывает практика и детализация телефонных разговоров, разговоры ведутся очень долго. В результате разговоров мошенники узнают всю необходимую информацию о имени потерпевшего, в отношении которого идут разговоры, денежные средства, которые хранятся, ну и всю необходимую информацию. Если вам позвонили с рассказом о том, что близкий родственник попал в ДТП и ему нужны деньги, не ведитесь, это мошенники. Кроме того, не верьте звонкам от якобы сотрудников банка. Все вопросы об оформлении кредитов или операциях с картами решают в офисе финансовой организации. Также стали популярны звонки с подменных номеров. Во всех случаях всегда перезванивайте сами и решайте вопросы при личном обращении в банке или правоохранительные органы.